Ммм, какой сегодня прекрасный день. Упс, кажется, у тебя проблемы, Кейт. Что это такое? Смотрите, они все надо мной смеются. Вы что, ребята, никогда не видели прыщ? Что смешного, а? Я просто не могу прийти так в школу. Ну уж нет, сегодня никакой школы. Но как убедить маму в том, что мне нужно остаться дома? Притвориться, что заболела? У тебя насморк, Кейт? Тогда нужно померить температуру, чтобы убедиться, что это не грипп. Но у меня же нет температуры. И как мне поднять показатели на пару градусов? Вот так, мама, уходи подальше. О нет, Кейт, она возвращается. Опс, Кейт пытается нагреть градусник феном. Но ничего не выходит. Давай же, должно сработать. Все еще недостаточно. Ну, у тебя должно быть дыхание дракона, чтобы получилось. Похоже, тебе и твоему новому другу придется идти в школу. Ха, мама оставила кружку с горячим кофе. Если я положу в нее термометр, тогда точно сработает. Да, вот так. Черт, тебя поймали с поличным. У вас будут большие проблемы, мисс. Нет, только не школа. А вы когда-нибудь смотрели Нетфликс всю ночь? Конечно, если это суббота, то все в порядке. Но если это будний день... О нет, мама идет. Кейт, ты почему все еще в постели? Солнечный свет поможет тебе проснуться. Автобус приедет через 15 минут. Ты что, опять вчера поздно легла? Ну, почему я не легла спать раньше? Я совершенно не выспалась. По тебе видно. Выглядишь не очень. Но, возможно, есть способ остаться дома и отоспаться. Это полотенце мне поможет. В течение пары минут подержите полотенце в горячей воде. Как только немного остынет, положите его прямо на лоб. Скоро лоб нагреется и станет влажным. Да, идеально. Сделайте это прямо перед тем, как мама придет вас проверить. Ты все еще в кровати, Кейт? Подруга, мой лоб, мне так плохо. Посмотрим. Голова горячая. Ладно, отдыхай, принесу тебе лекарства. Ну что, подруга, теперь можно и поспать. Но сначала еще одну серию. Да, я просто гений. Да, определенно, он парень моей мечты. Я могу слушать его бесконечно. Спасибо, что проводил меня до шкафчика. Я только возьму... Книги! Берегись лавины, Дженнифер! О, ну и беспорядок! Стой! Куда ты пошел? Видимо, ему не по душе, не ряхи, Дженнифер. Эх, я буду так скучать по его улыбке. Кажется, пришло время убраться. Что у нас тут? Упаковка от картошки? Прикрепите ее к ящику магнитом. Ручки, маркеры. Здесь поместится все. Прекрасно! А вам нравится? Да я просто фанатик чистоты. Ура! Они снова вместе. Дженнифер, правда синяя рубашка лучше красной? Красная лучше. Кстати, у тебя шнурки развязались. Опять? Но они постоянно развязываются. Так, все готово. Эм, Кейт? Шнурки? А? Это что, какая-то странная шутка? Все, с этого дня покупаю обувь на липучках. Не важно, как я их завязываю. Они все равно развяжутся. Возможно, поможет другой узел. Ммм, какая искусная работа. Завязав первый узел, просуньте в него оба конца шнурка. Теперь скрестите их и потяните за все четыре петли сразу. У вас получатся двойные бантики. Теперь ваши шнурки точно не развяжутся. Я где-то оставила носки. Вот первый. А где твой напарник? Он не мог убежать далеко. Почему за носками невозможно уследить? Он должен быть поблизости. Я что, действительно схожу с ума? Что? Серьезно? Серьезно? Хорошо, что они одного цвета. Возможно, здесь можно что-то сделать. Вы легко можете превратить носок в подследник. Спустите носок, затем натяните его на пятку. Продолжайте и натяните его на пальцы. Заправьте носок и зафиксируйте на пятке. Теперь носки почти не отличить. Зачем искать второй носок, когда можно его заменить? Никто в жизни не догадается, что носки разные. Если сидишь на задних рядах, можно заниматься чем угодно. Но это еще не значит, что свои знания надо скрывать. Прошу прощения. Ой, извините, я только что закончила макияж. Уже все убираю. Такое ощущение, что Кевин на шаг впереди. Она даже ничего не подозревает. Ты был близок. Окей, и снова в игру. Эй, как у тебя это получилось, Кевин? Я тоже хочу поиграть. Не хочу сидеть тут и учиться одна. Хотите иметь такой же хитрый блокнот, как у Кевина? Положите косметику, игры или что угодно в центр страницы и обведите карандашом. Теперь все уберите и вырежьте острым резаком по линиям. О, аккуратно, пальцы. Вытащите серединку и получится блокнотик с тайником. Идеально. Теперь можно спокойно делать макияж прямо на уроке. Просто гениально, да? Быстрее, учительница как раз отвернулась. Самое время подкрасить глаза. Круто выглядишь, подруга. Похоже, ты больше узнала от меня, чем от учителя. А, Вики? Внимание, учительница, веди себя естественно. Да-да, видите, мы так усердно занимаемся. Да, чуть не попались. Мы с тобой такие хулиганы. Ладно, вернемся к работе. У вас ведь будут контрольные, так? Мы все знаем этот звук. Проснись и пой, Кевин, время вставать. Нет, не нажимай на эту кнопку, у тебя же занятие. Да, Кевин официально попался на опасную удочку. Да, он пропустит урок, сто процентов. Псс, Кевин, надо вставать, чувак. Ну что, отлично выспался. Да, ничто не испортит ощущение от хорошего полноценного сна. Только одно – осознание того, что ты проспал первые два урока в это утро. Если я тихонько проскочу, учитель даже не заметит, что я опоздал. Почти получилось. Но понятия не имею, о чем тут идет речь. Интересно, как избавиться от привычки откладывать будильник? Эх, жаль, что мне не получается просто взять и встать. Возможно, пришло время все изменить. Если у вас есть обычный будильник, как у Кевина, вам захочется сделать так, чтобы кнопка откладывания не работала. Возьмите горсть кнопок и поставьте их в линию на будильнике. Приклейте их, проткнув в длинную полоску скотча. Ой, будем надеяться, все получится. Спи крепко, Кевин. Кевин, нет! Кнопки! Ничего себе, это сработало! Посмотрите-ка, кто пришел самый первый! Привет, Кевин! Что делаешь? Что? Не ожидала увидеть тебя так рано. Похоже, я более скучный человек, чем думал. Посмотрим, что мне понадобится сегодня. Так, так, не забыть ручку. Что? Сегодня тест по математике? Я совсем забыла об этом. Я даже не готовилась. Что же мне делать? Не лучшее начало учебного года, Вики. Погоди-ка, этот пластырь может спасти положение. Если вы попали в безвыходную ситуацию, используйте пластырь, чтобы спрятать шпаргалку. Проследите, чтобы бумажка была меньше пластыря, и все будет хорошо. А теперь наклейте его на палец, чтобы никто ничего не увидел. Пластырь сделает за вас всю работу. Окей, думаю, я готова. Это только первый вопрос, а я уже потерялась. Окей, самое время воспользоваться моей шпаргалкой. А, точно, теперь я вспомнила эту формулу. Скорее, клей пластырь обратно, пока учитель не увидел. Ничего себе, какая ты ловкая, Вики. Субтитры создавал DimaTorzok